Было бы, наверное, хорошо, но стало так грустно. Это может хорошо, когда машины не на парковках. А вот почему. Было бы очень интересно, когда этих транспортных средств много. Но почему злобность? И откуда? Когда в городах цены на бензин практически как в США. И цены на говядину, баранину и свинину такие же. И, наверное, мы крутизна неимоверная. Так вот, так ли это? Это далеко не так. По уровню заработной платы мы выше 50 стран мира, но их 200 примерно. Выше нас Турция, Китай и Индия. Я не говорю про страны еврозоны. Но никто из этих стран не поменяет тепло на бесконечный холод и отсутствие нормальных денег. Вот откуда злоба России. Только злость перетекает и в детей. И ваши машины, припаркованные дома, это основная часть злобы. Что особенно интересно в скоплениях юных чад. У школы, естественно. Школа, типа нами любимая, но неоднозначная. В школе писк, телефон и компьютер. Но какой может быть компьютер, какой телефон, какая машина у мамы, которая реально помогает делать город круче. А именно, дворник с мизерной зарплатой. Какие могут быть деньги у двух родителей, чья тема бесконечная ипотека и кредиты, а этих господ 90% работающих, россиян. А тут 10% жиропопов с деньгами, с новым айфоном, с недетскими понтами, которые кончатся не в классе. Вот откуда злоба. Любить такую страну или не любить, решать вам. Но те же 90% экономят на стоянках. И поверьте мне, ставят машины, где не лень. Вот такое наше российское удовольствие получается. Почему у нас все машины стоят везде и всюду? Ну, наверное, это не вопрос в том, что парковок-то мало. Это вопрос в том, что у нас какое-то время денег перестало хватать даже на стоянке. То есть, когда мне говорят, что мы живем реально хорошо и красиво, я говорю, это в каком месте? Мы так хорошо и красиво-то и живем. В каком месте мы так хорошо и красиво-то и живем? Да. Естественно, машины ставятся где угодно, потому что по-другому не получается ни коим-то образом. Почему не получается ни коим-то другим образом? Опять же возвращаемся на круги своя. Денег не хватает на стоянки. И вы даже не думаете, что денег не хватает на стоянки у обыкновенных людей. Также у нас денег не хватает на стоянки у работников полиции. То бишь, давайте все-таки определимся, о чем мы говорим. Да. Так вот, когда мы будем говорить о том, что мы хорошо, красиво и ровно живем, это я, честно говоря, очень сильно даже сомневаюсь. Ну, может, кто-то хочет хорошо, красиво и жить. Но почему же товарищи, у которых с деньгами-то все должно быть красиво, ровно и очень много, не могут себе позволить ставить машины на стоянки? Хорошая тема и хороший вопрос, правильно? Да, да, да. Я даже видел тех людей, у которых все очень красиво и ровно. И все равно они машины ставили возле дома. То есть возникает вопрос. Ну, конечно, сейчас у нас законодательство немножко поменялось, да? То, что вы не можете машину поставить на необорудованное пространство. Но, тем не менее, в городе Магнитогорске необорудованное пространство очень немаленькое то количество. И даже если мы говорим о необорудованном пространстве рядом с УВД, ну, необорудованное пространство, если все это дело растает, вы посмотрите, что оно совершенно необорудованное пространство. Здесь нет асфальта, ничего. Я вам сегодня показал уже это необорудованное пространство. И вы на нас начинаете наживаться, типа заплатить деньги. Так вопрос в чем заключается? Мы бы, может быть, могли бы эти деньги заплатить, коли бы они были то. Но не каждый это может себе позволить. Это невозможно, потому что денег нет. Дайте нам деньги, и тогда все будет нормально. Поверьте мне. Если у нас средняя заработная плата будет, хотя бы средняя заработная плата, ну, как, допустим, в Болгарии, и пенсия будет, как в Болгарии. То есть пенсия в Болгарии, это, грубо говоря, 900 евро. 900 евро умножаем, то есть у нас даже ценники немножко поднялись, да? Я всегда думал, что наш доллар должен стоить 32 рубля. А 95,70 рублей стоит. Ну, клево, да? Ну, клево. Ну, евро туда же пошел вверх. То бишь, грубо говоря, 900 евро умножаем на 7,80, ну, примерно. И получается весьма такая приличная сумма. Если бы эта пенсия была бы у каждого, тогда бы все было по-другому. А если бы хотя бы средняя заработная плата была такая же, как в Болгарии, то есть, грубо говоря, полторы тысячи евро, я беру самую дешевую сторону еврозоны. Самая дешевая сторона еврозоны, ну, там есть еще поменьше, но тем не менее. То есть, как бы вам сказать то? Не надо сказки рассказывать про ценники. Поверьте мне, наши ценники абсолютно не дешевенькие то. Да-да-да. И когда мне начинают сказки рассказывать про транспортные услуги и все остальное, я говорю, ну, оно может быть да, может быть нет. То есть, давайте все-таки подумаем, как мы живем, а потом уже будем требовать с нас деньги за наши, ну, не всегда правильно упакованные и стоящие машины.